И вот меня еще радуют некоторые посетители канала, которые по-настоящему оценивают эти знания. Я через канал в книгах сообщаю. Например, вот такой вопрос. Голод лечебное свойство, я его вначале выставил полностью, как я его сделал, что там с меня выходило. А потом посыпались негодующие сообщения, что что тут, такая тут отталкивающая картина. Поэтому я это видео, вот есть такая рубрика платные подписки, я его целиком туда выложу для тех людей, которые за плату, то есть тем, которым надо это посмотреть. Потому что смотрят все, кому не лень, надо, не надо, потом свои там непонимающие ответы дают, там гневные отзывы. Плата там будет небольшая. И вот это я сделаю с Нового года. Вот, например, Людмила Соколова пишет. Это на уринотерапии. За и против. Сама прошла потому, что интуитивно поверила. И уже 20 лет использую. Несколько по околу Геннадию Петровичу. Историю болезни тонюсенькая. А лет мне 70. Не совсем я говорю об уринотерапии, а кому интересно, отсылаю к его книгам. Именно так надо лечить себя. Вот так вот отзыв. И вот если взять просто познавательный вопрос этого дела, я его просто-напросто изложил. И вот как, знаете, мне интересно знание, интересно там, как это все работает. И вот как раньше там, в средневековье, раньше писались трактаты по алхимии, астрологии, там, по тайновидению и прочим-прочим-прочим таким наукам. И собирались. Люди, знающие, их использовали. А для всех остальных, конечно, это просто-напросто какая-то бумага, которую там, в лучшем случае, можно сдать за деньги. Вспоминается случай, женщина мне написала, что она нашла мою книжку, кто-то ее выбросил. По-моему, по той же уринотерапии. Просто на улицу. Шла, я говорю, вот, вижу, лежит книжка. Я ее интуитивно подняла. Подняла и оказалось, что это именно то, что надо. И эта книга в свое время ей очень и очень хорошо помогла. Молочница, что делать? Олга Малинина. Здравствуйте, огромная просьба. Напишите, пожалуйста, как найти ваши статьи в интернете про молочницу. У меня на коже почти по всему телу лечились интенсивно, традиционным и нетрадиционным методом, но не проходят. Ужасно мучается. Пожалуйста, помогите. Вот смотрите, что можно сделать. Ну, в первую очередь, это грибок молочницы. Грибок чего-то мне любит. Ну, можно начать с соды. Раз. Далее. Можно добавить уже после курса керосина. Два. Далее. Голодание. Три. Чтоб это все пошло. Далее. Можно лихтярную воду. Это четыре. И, наконец-таки, важно понимать, а что вы делаете такого, что вы создали условия, такие прекрасные условия, что молочница в вашем организме распространилась по всему телу и жрет вас поеда. То есть, пересмотреть свой образ жизни. Я думаю, что в основном это будет связано с питанием. Сладенькая, сладенькая любит молочницу. Что там в кишечнике? Как вообще работает кишечник? Насколько там все это у вас там бурлит, не бурлит? То есть, исследовать, исследовать. Вот интересное письмо пришло от автора Анны. Зачитаю, чтобы его потом использовать. Здравствуйте, уважаемые дорогие, Наре Петрович. 16 лет назад я купил вашу книгу «Основы здоровья». Основы здоровья на сегодняшний момент является моей лучшей книгой. Но у меня созрели мысли, я приступлю к работе над еще более основательным таким и более рабочим трудом. И так она со мной все эти годы. Кстати, никому не ее не отдавайте потом. Вы открыли мне другую сторону земного бытия. В душе я считаю вас своим учителем, старшим товарищем. На сегодня я смотрю ваш канал, те ролики, которые вы выкладываете. Полны позитива, доброты, задора, честности, искренности души и творческой искры. Вот это, а, вот Аннушка, ты смотри, как она, вот так, как надо. Кстати, сегодня день Анны по календарю. Сказала то, что надо. Вот, знаете, вот ты думаешь сам, а как бы вот свой канал представить, что? Канал это для людей думающих, взрослых, самостоятельных, ищущих. Мне приятно вас, и смотрите, слушать, благодаря вам, за то, что вы несете людям и вселенной своей труды, поиск, искание, опыт. Было много мне помогать. И тогда, 16 лет назад, я была в растерянности от проблем со здоровьем. Но у вас мне, мне явился ангел бесполый. Он стоял рядом в толпе на переходе пешеходом и сказал мне, делай все так, как он пишет, и у тебя все получится. Именно берете основы здоровья, которые бесплатно выложены, делайте, у вас будет получаться. И сразу на следующий день пошла буриного голодания на 14 дней первый раз в жизни. После чего забеременела и родила сына. Это было чудо. Для многих вот это вот проблемы с рождением, с зачатием являются чем-то таким камнем претвыкновения. Но это все решается. Правда, смотря какие проблемы. Многие из них связаны с тем, что просто-напросто организм не настроен соответствующим образом, и организм загрязнен. Почистили и пошло. То есть уриного голодания позволяет перезапустить вашу систему, которая обслуживается, сознание обслуживает вашу жизненную систему. Ей был сделан перезапуск. Это было чудо. Это и к тому, что даже во сне ангел и мой проводник в этом мире указал на вас. Отлично. Дай бог вам здоровья, веселости и задорок. И когда во сне приходят такие подсказки на конкретного человека, а я это уже слышу не первый раз, это большого стоит. Дай бог вам здоровья, веселости и задорок, силы духа, жизненных сил. Спасибо. И творчество в душе. Я тоже пою и пишу песни и музыки. Поэтому мне приятно, что я с вами с чем-то схожа. Похожи энергии и конституция с вами одна. То есть и конституция. Похожи с вами в чем-то. Это и понятно. Мы все похожи по типам энергии в разных аспектах. Благодарю вас так держать. Я верю вас. Спасибо. То есть я в своей жизни так или иначе затрагиваю такие темы, с которыми сталкивается каждый человек. Я вот не выделил их. Вот то видео смотрите. Это видео смотрите. Но они есть. Они есть. Татьяна Ефремова, мой, так сказать, зрелый друг. Тмин. Внешний вид и свойства. Вот она прочитала. Я сейчас прочитал дополнительную информацию о черном тмине. Там говорится, что он понижает давление и еще понижает кислоту желудочного сока. Так ли это? Возможно, это так. И я не буду отрицать. Возможно, это так. Я его применяю уже, наверное, года полтора регулярно. Это был и серый тмин, обычный тмин, и черный тмин. И я пил и выпил 750 граммовую бутылку тминного масла. То есть у меня очень большая практика использования на себе тмина. Почему я перешел на семена, а не на масло? Я взял как раз две бутылки по 750 граммам. Но выпив одну, я, как всегда, немножечко передозировку делаю. То есть слишком большую дозу. И у меня началось здесь раздражение в горле. Поэтому я отказался от использования черного тмина внутрь масла. Но зато перешел на семя тмина, который действует гораздо мягче. И мне важно было проработать свой кишечник. Кишечник у меня, если так взять, года три назад, до использования черного тмина, он плохо работал у меня. Вот знаете, девы, особенности их, что кишечник, что-то там плохо работает. Ешь прекрасную пищу, отменную пищу, качество, все, соблюдаешь соотношение, сочетание, последовательность. И тем не менее, раз нормально, другого раз идет не то. Раз нормально, раз не то. Кишечник бяка-кака. И вот с тмином не сразу. Но облегчение наступило буквально-таки значительно, очень быстро. И далее пошло, 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 значит и по нарастающей. Я очень доволен тмином. И я его использую именно для того, чтобы мой кишечник, моя бактериальная флора, микрофлора, была в порядке. Стул был оформлен. И вот этого как раз мне помог добиться. Вот не что там иное, а именно тмин на постоянке. Потому что да, я голодал, после голодания уже нормально, колбасообразно. Потом начинает. Поэтому, так ли это, не так ли это, это все надо пробовать. Мы все с вами различные. Про наркоманию, как снять ломку. Вот я это написал со слов того человека, который через это прошел. Да, я это не принимал. Да, я это не ощущал. Да, я через это не проходил. Я изложил опыт другого человека, который это понравилось. И по логике всех этих вещей, которые происходят, побыстрее вывести продукты, наркотические продукты, которые и вызывают вот эти вот все ломки и так далее. То есть голодание позволяет до тысячи раз ускорить выведение различных продуктов обмена. Конечно, некоторые в тысячу раз быстро выводятся, а другие, ну, гораздо будет меньше. Вот основное, что надо понять. А, это писать, вы некомпетентен в этом вопросе. Я изложил опыт, и я там, так это я сказал, человека. Ну, еще, Татьяна Рефремова. Пользователи часто задают вопрос о неполадке с животом, вздутием, боль, диарея, просят дать рецепт. Вот смотрите, боль, диарея, вздутие и так далее. Все это следствие микрофлоры, не той, которая нужна. Вот это я на себе проверил. Конечно, могут быть различные варианты. Все мы различные, но, я думаю, в 90% случаев это будет та. Не та микрофлора, которую мы уже, знаете, застолбили. Она там у нас в виде слизи, вот эта стеклообразная. Там у нас в виде водорослей она уже там прижилась. Если нажимать на пупок, как раз и ощущается боли. В области там пупка, вот эта вот зараза стоит. Возможно, там и глисты имеются. Но, в основном, вот это, которое мы своим образом жизни, особенно питанием, сладенькими там чаями и прочим-прочим, мы все это застолбили там. И оно уже огнездилось, потому что вообще-то микрофлора в кишечнике зависит от пищи, которую мы едим. Едим мы одну пищу, у нас одна микрофлора. То есть у нас, как бы сказать, целый набор этой микрофлоры, различные микроорганизмы, грибки. Но, в зависимости от того, что мы едим, какая-то преобладает. И вот из-за того, что мы едим, допустим, сладкое любим, у нас там преобладает вот соответствующее, которое как раз и вызывает вздутие, боль, диарею. И вот от нее-то, от нее-то, тмин помогает, который здесь, проходя через желудок, он только, знаете, набухает от наших соков. В тонком кишечнике он продолжает набухать. А в толстом он уже, о-о-о, развернулся. То есть он пошел работать в тонком и толстом кишечнике. То есть туда, куда ничего не доходит. И вот там он начинает работать против вот этой вот дурацкой микрофлоры, которая вызывает то, что написано. Так, ну и чтобы ответить вроде бы на такой простой вопрос, надо дать свои данные об состоянии образа жизни, питания, сколько человек спит, поздно ли ест, сколько ест, что ест, какие лекарства принимает, каким болезням болеет и многое другое. Если хотите, чтобы вам помогли, дайте полную картину вашему организму, иначе какой бы вам рецепт не дали, в десятку вряд ли попадут. Еще раз хочу напомнить, малаховские рекомендации, звук них. Поздно не ест, особенно ночью, не делать перекусом, не переедать, лучше не доесть, чем переесть. Не мешает кислое со сладким, мясо с молочными продуктами, фрукты есть отдельно. Сейчас немножечко остановимся. Я ездил в Прагу семейно. Я взрослая дочь, 32 года, жена. Так вот у дочери постоянно там какие-то там были проблемы. Из-за того, что она, хотя я и говорил, не соблудала правильную последовательность пищи. Ага, поела там, допустим, что-то там белковое, а после сладенькое. Все, сладенькое не проходит туда, в нижележащие отделы кишечника. Оно застряло в желудке вместе с ним, и начинает бродить. То есть создается, вот, сладенькое забрасываете, фруктики, там, чайок и прочее-прочее, или там пивко в Праге попивали. Я пиво выпивал до принятия этих там колбасок. А они там после. И в результате возникало то, что было, что там с животом были проблемы. И они там принимали различные там лекарства. Ну, я им уже ничего не говорю, знаете, в своем отечестве нет пророка. Вот, то есть неправильная последовательность приводит к тому, что вот такие вот вещи. Кстати, я о своем деде, по материнской линии слышал, что он поест, а после холодной воды пьет. И вот у него там желудок болел. Естественно, желудок и кишечник будут расстраиваться, причем постоянно, если это вошло в систему, из-за того, что холодная вода останавливает пищеварение, и все это нарушает. И что ждать? Что ждать там лечения и так далее? Делать перерывы между дедами такие, чтобы держался, дождаться аппетита, пить до еды за полчаса, да хоть за пять минут выпейте. Все нормально уйдет. Эти не хитые, но необходимые рекомендации нужно выполнять всю жизнь, особенно пожилым людям. Да, это называется технология, соблюдение технологии здоровой жизни. Понимаете, это вот как для того, чтобы дорогу перейти через пешеходный переход, вот он, пешеходный переход, все-таки надо посмотреть налево и направо, а потом идти. Так точно и здесь надо это. От себя добавили, есть каждый день какую-нибудь кашу, лучше всех каши речневой, а у меня, например, особо она не идет, мне больше нравится пшеная каша, рисовая каша. Это у кого как? Тут еще гороскопические данные интересно влияют. В кашах достаточно магния, минерала одного из главных, минералов, ну это вот с этими, знаете, минералами, витаминами. Голову забили, задурили. Должна быть цельная картина. Каша должна быть цельной, любая каша. Вот тогда она будет полезна. А это? Пополнять кальций из молочных продуктов лучше из кисломолочной, кефира или йогурта. Это тоже ерунда, потому что были исследования, допустим, в Европе, молоко, молочные продукты употребляют. Ну, возьмем их примерно за 100%. И вот что-то там у них с кальцием не совсем так, как надо. А в восточных странах, где больше вегетарианцев, они там больше овощей едят, у них там где-то процентов, может быть, 70-80% от того, что употребляют европейцы. И все нормально с кальцием. Так, там много полезных бактерий, которые борются с вредными. Ну, я бы, как бы сказать, я вспоминаю сына. Взрослый же мужчинка пришел из армии. Вот, знаете, вот эти вот актимель. Я сейчас попью актимеля, чтобы все это у меня нормально. Вот он у него, наверное, усиленно попил недельки, наверное, на две. У него такой дисбактериоз случился. Впоследствии еще до сих пор. А ему уже, если бы в армию пришел, это ему там, а он, это, после института, то есть там, допустим, было 24-25 лет, а сейчас ему уже будет 38 лет. И эти всякие проблемы у него еще продолжаются из-за того, что вот там было нарушено, так кисломолочная не решает проблемы. Она может даже еще усугубить. Особенно, если у вас не усваивается эта лактоза, сахар. И пошло-поехало. Там много полезных актерий, которые борются с вредными. Вот это, знаете, вот, это по-почитанному. Кто-то написал, кто-то прочитал, кто-то примерно прикинул, ага, так, есть. А как она на самом деле? Не у всех она так получается. Далеко не у всех. Так, для усвоения кальция, обязательно потребляйте жирную рыбу, хотя бы раз в неделю, лучше с кумброй или селеночкой. В этих рыбах много витамина Д, необходимая для усвоения кальция. Вот. Руки у нас зимой вот так вот высунуты. Достаточно там минут 20, или если не меньше, для того, чтобы достаточно кальция вырабатывалось у нас в организме. Это тоже все, знаете, по-писанному, не по-жизненному, не по-это-то, по-писанному. И поэтому так и работает. Каждый день есть салаты свежих овощей, морковь, капусты и так далее. Да где же сейчас этот салат из свежих возьмешь овощей? Ну, согласен там с морковью, капусту там еще сохранили. Ну, вы помните, что все эти салаты свежие сейчас охлаждают и косвенно нарушают тоже пищеварение. Охлаждение. Сырая капуста вызывает брожение. Они нужны для чистки толстого кишечника, для формирования биофитобактерий, отвечающих за иммунитет. Все это писанное. Понимаете? Писанное. А реальность совершенно иная. Я, например, вот честно, откровенно говорю, что я там ел? Я ел там колбаски, пил пиво. Немножечко, кое-где там бывало этого самого капусточки у них такая, знаете, не свежая, она такая, тушеная. Все, стул был нормальным. Потому что я все правильно делал. Пиво выпил до колбасок, потом съел колбаски. И отлично себя чувствовал. И так сколько? Шесть дней. Для чистки. Вот это вот как ночной-то, вот это для чистки, это для того, это для сего. Мы уже забыли, для чего мы питаемся. Понимаете? Вот что-то, а в питании это для того, это для сего, это сплошной какой-то сумбур в наших головах, который вносится, вносится, вносится. Просто ешьте. Ешьте, чтобы это было вкусно и правильно. Жидкости до еды, чтобы не разбавлять. А потом цельный продукт. Вкусно, хорошо поели. И все будет нормально. Я уже прошел, я этим делом начал заниматься, особенно питанием. С тех лет, когда я начал качаться, это с 14 лет, а сейчас мне 66. И все было. И скумбрии, и кальций, и малютка. Употреблять нерафинированное масло, льняное, тыквенное, для насыщения омега-3 по столовой ложке. Кошмар. Это, понимаете, целая какая-то у вас аптека стоит, аптечная лавка на столе. И вы тут, ага, вот это для того, это сего. И теряется сам смысл, понимаете, первоначальный смысл. Для чего вам нужна еда? Еда нужна для того, чтобы построить тело, которое соответствовало бы не тому, что вот тут написано, вот это писано, а соответствовало тому, что вы приспособились к условиям этой среды через пищу. Вот что главное. Главное, слона мы не видим, мы разглядываем его там хобот, хвост, мы еще что-то, но не то, что надо. Если придерживаться этих правил никакого жду, тебе боли не будет, будьте здоровы. Но я поставлю свою серденько за то, что это. И лайк за то, что человек не поленился, все это опубликовал. Но! Есть реальная жизнь, как знаете, вот у нас в стране, есть реальный достаток, а есть среднестатический достаток. И реальный, и среднестатический достаток это две огромные разницы. Теперь вы можете получать материальную поддержку от своей аудитории, просто включите функцию спонсорства. Придумайте оригинальные бонусы и предложите их зрителям взамен на ежемесячные, ежемесячные взносы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!